Из Москвы в столицу Крыма в России стартовала четвертая еврейская этнографическая экспедиция митсвомобилей. Это передвижная синагога. Одна из пяти в течение двух недель будет колесить по полуострову. Симферополь стал первым городом в республике, который посетили молодые раввины. Екатерина Сабинина пообщалась с экипажем митсва-танка и узнала традиции иудеев. Пять митсва-танков отправились в путешествие по 70 городам России. Такой автомобиль точно не останется без внимания. А если кому-то не удастся попасть вовнутрь, главные догмы иудеев можно прочитать снаружи, прямо на машине. Митсвомобиль с таким названием, как митсва-танк, с грозным названием, он нес только мир и благополучие в наши семьи. Митсва, она вообще-то в Торе – это закон, а в народе считается, что митсва – это благое дело. Внутри этой чудо-машины просто глаза разбегаются. Здесь всё связано с еврейской культурой, бытом, историей. Но присутствуют и современные блага цивилизации. Здесь и всё для временного проживания в дороге. Здесь и даже холодильник. Хошерная еда в нам? Да, в нём есть хошерная еда. Покажите. Что-то из хошерной еды. Давайте, пожалуйста, сейчас. Вот эти печеньки шоколадные. Называется хошерная еда. Хошерная приводит, то есть пригодная, пригодная в пищу. Вот здесь есть и печка, чтобы готовить. Вот здесь и раковина, и здесь даже есть душ. Но предметы быта вторичны. На первом месте – святыни. В арсенале экипажа митсватанка, рукописный свиток Торы, религиозная литература, книги, знакомящие с еврейским образом жизни и традиционные предметы иудаики. Ведь долгий путь из Москвы молодые раввины проделали с определённой целью. Будут проводить ликбез для тех, кто отдалился от родной культуры. А это тфилин – элемент молитвенного обряда каждого иудея. В двух маленьких коробочках содержатся отрывки из Торы. «Одна коробка надевается на руку, вторая – на голову. Рука – это рядом с сердцем, а голова – это рядом с мозгами. И когда мы надеваем тфилин, мы говорим о том, что мы даём наше сердце и наши мозги, мы это даём Всевышний, это самое главное для нас. И мы просим, чтобы Всевышний дал всё, что нам нужно – здоровье, благополучие, всё, что надо». Экспедицию встречал и глава Республиканского госкомнация Заур Смирнов. Он пояснил, место остановки Митцва-танка не случайно. «Совсем недавно здесь проходили праздники крымско-татарские, в которых все мы участвовали, и участвовали активно представители еврейской общины Крыма. Сегодня мы здесь для того, чтобы разделить радость наших братьев-евреев с началом мероприятий по автопробегу». У этой синагоги на колёсах чёткий план маршрута. После Симферополя экспедиция посетит Евпаторию, Ялту, Феодосию, Керчь и Севастополь. А если будут вкладываться в график, Митцва-танк заедет и в самые отдалённые места полуострова. Екатерина Сабинина, Алексей Романов. Время новостей.